Это учебный стенд. На этом стенде можно включить электродвигатель, проверить свойства этого двигателя, то есть обороты в минуту. Ностальгия в душе – диплом электромонтёра в кармане. Ровно год, как Владимир окончил техникум, отслужил в армии и заочно поступил в Вологодский госуниверситет. А сейчас устраивается на работу. Вологодский подшипниковый завод готов принять своего стажёра. Сегодня-завтра пойду устраиваться официально. И всё. Пришёл, хорошо. Сказал, что о техникуме, что уже здесь практика проходила. Они так прям окружили меня. Всё, давай устраивайся, устраивайся. Сварщики, станочники, слесари, электромонтёры. Техникум готовит специалистов для металлообрабатывающих предприятий города. Они проходят практику на ВПЗ, оптикомеханическом заводе, предприятиях и МИД, и РОТОР. Для заводов готовые кадры. Для ребят – гарантированное место работы. В данный момент действует программа целевой подготовки. То есть с ребятами заключаются договоры о целевом обучении. И уже эти студенты целенаправленно идут на данное предприятие и устраиваются после армии. На рабочие специальности спрос на рынке труда высокий. Но на места в техникумах и колледжах очередь не стоит. Причин такого парадокса несколько считают специалисты. Это и сокращение уроков технологии в школьной программе, и стереотип о непременном вузовском образовании после школы. Как склонить стрелку весов в сторону получения реальной рабочей профессии, обсуждают прямо в колледже. Педагоги и городские власти. Мэр уверен, школьникам надо дать возможность попробовать себя в работе. При подготовке к следующему учебному году, 17-18 годов, на базе промышленно-технологического техникума, совместно со школами, которые проявят интерес к этому пилотному проекту, попробуем организовать такое сетевое взаимодействие и дать возможность школьникам средних классов, в первую очередь мальчикам, на площадях лабораторий и мастерских техникума получать необходимые практические знания. В первую очередь металлообработки. Тем более, что оборудование в колледже современное. Именно с таким работают сегодня на предприятиях, поясняют мэру. Это как современный цифровой штангенциркуль. Ну, можно сказать, да. Андрей Травников и сам окончил техникум, а успешную карьеру начинал на производстве. Потому такое внимание к теме профориентации, так необходимой для городской экономики. Более 50% выпускников девятых классов в прошлом году пошли в техникумы и колледжи, осознанно сделав такой выбор и понимая его преимущества. Школьники, выбирая уровень среднего профессионального образования, имеют возможность далее продолжить обучение, сделать карьерный рост. Они могут без единого государственного экзамена поступить в высшее учебное заведение по профилю избранной профессии. И такие специалисты с практическими навыками сегодня очень нужны для работодателей. А в тренде сегодня специалисты IT-сферы, сферы обслуживания, отраслей деревообработки, металлургии и химии. Профессии, с которыми в жизни точно не пропадешь. Марина Березина, Михаил Протасов, Волок ДРФ